Продолжаем выпуск. В борьбе с коронавирусной инфекцией, чтобы создать резерв коек, принято решение сменить профиль ряда больниц, санаториев и других объектов под нужды здравоохранения. К примеру, санаторий Назарбек, что в Зангиотинском районе Ташкентской области, также превращен в комплекс для лечения больных с диагнозом COVID-19. Подробности у нашего корреспондента. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Ташкентской области, как и во всех регионах страны, радикально пересматривается работа по борьбе с пандемией. И под управлением командования Национальной гвардии принимаются конкретные меры в данном направлении. В частности, в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Ташкентским областным хоккемятом и другими соответствующими организациями, были проведены работы по переоборудованию, созданию необходимых удовольствий для лечения пациентов и качественной работы медицинского персонала в санатории Назарбек. Новая больница предназначена для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и рассчитана на 350 мест. Создаются все необходимые условия. Уделено внимание, в частности, обеспечению учреждения с современным медицинским оборудованием. Таким образом, сдана в эксплуатацию еще одна больница, предназначенная для лечения пациентов с диагнозом COVID-19. Хаким Ташкентской области, командующий Национальной гвардии, представители Минздрава, которые еще раз проверили готовность больницы, побеседовали также с врачами и медработниками и отметили, что в дальнейшем им будет оказана необходимая помощь в эффективном лечении пациентов. Для работы в больнице привлечены 90 опытных врачей и медиков. На должном уровне и вопрос обеспечения безопасности привлечены сотрудники Национальной гвардии. На каждом этаже здания больницы и на ее территории установлено 90 камер видеонаблюдения. Создан также новый центр системного мониторинга. Сегодня в нашу больницу привлечены опытные специалисты. Для того, чтобы врачи постоянно поддерживали связь с сотрудниками Национальной гвардии, отвечающими за безопасность учреждения, нас обеспечили 15-ю портативными радиоустройствами. Нужно также отметить, что в больнице был создан и центр системного мониторинга. И на входе в его здание размещено электронное табло с информацией о пациентах, чтобы нашим гражданам не приходилось беспокоиться о своих близких. Помимо этого, уделяется должное внимание созданию нужного запаса 48 видов лекарственных препаратов, необходимых в профилактике, лечении коронавирусной инфекции и пневмонии. Созданы условия и для проведения видеоконференции, что немаловажно, и в повышении квалификации врачей и медиков. Позаботились и о музыкальной терапии. На каждом этаже установлены устройства с произведением музыки, для того, чтобы настроение проходивших здесь лечения крашен было только хорошим. Работаю медсестрой вот уже 36 лет. Исполняя свой долг, обещаю приложить все усилия в лечении наших пациентов. Безусловно, создаваемые подобные условия для оказания качественной медицинской помощи будут слушать и скорейшему преодолению COVID-19. Субтитры создавал DimaTorzok